всем привет дорогие друзья мы продолжаем наше прохождение сибири и сейчас мы с вами отправляемся к ректорам потому что кто-кто ректоры должны знать что у них растет в их них оранжереях нам-то всего лишь нужно ну пара ягод винограда лесного савиньона и мы просто уедем плана побежали потому что начальник станции он явно что-то скрывает не хочет нам рассказывать поэтому если ректоры на него надавит то все получится я думаю господам прошу прощения за беспокойство господа но у меня небольшая проблема проблема сейчас у всех своих проблем значит и шар от этих проблем пока не остановился и поезда со станции не прекратили и слушайте давайте ставим эти намеки сейчас я уберу этот поезд что знаете про савиньон вы абсолютно уверены что здесь нет амерзонского савиньона я только что говорил с начальником станции и с палеонтологом и судя по их словам здесь явно что-то не так мы полностью отвечаем за свои слова в барок штате нет савиньона видите ли мисс амерзонский савиньон это очень редко и прихотливое растение да да природные условия тропиков очень трудно воспроизвести поверьте трудно но они невозможно к счастью наша оранжерея прекрасно справляется с задачей оранжерея так в барак штате есть оранжерея оранжерея но если бы у нас была оранжерея то это был бы всего лишь маленький садик за зданием станции наш начальник станции им очень гордился бы он бы о нем очень заботился если бы у нас была оранжерея там все чудесно росло бы и исключительно его заботами мы бы очень им гордились да и заслуг нашего палеонтолога мы тоже не забыли бы причем здесь палеонтолог а без его и без его лаборатории мы не смогли бы делать вино и это было бы очень хорошее вино так вот в чем дело там о да восхитительный нектар способность красить нашу рутинную работу и тяжелые обязанности мы бы каждый год с нетерпением ждали нового урожая так значит если я вас правильно поняла в брак штате растет сувенин его выращивают саду за станцией затем под присмотром палеонтолога делают из него вино который уже в готовом виде попадает к вам на стол если я не ошибаюсь джентльмены это называется подпольный бизнес вот она закалка юриста мы ничего подобного не говорили зачем такие скоропалительные выводы мы же говорили в сослагательном наклонении вы же слышали если бы так чтобы произошло если бы у меня возникло такое подозрение вы могли бы никому о нем не рассказывать я думаю да если бы вы были так любезны сохранить это в тайне это ведь всего лишь небольшое предприятие местного значения всего несколько бутылочек в год совершенно верно это даже бизнесом назвать нельзя иначе нам конечно же пришлось бы уплатить штраф так и мы можем рассчитывать на вашу тактичность не беспокойтесь у меня нет намерений вмешивая что ли зачем ты это сказала зачем мы же могли взять просто взятку ну там не знаю сколько пять тысяч мы можем получить гораздо больше чем сотка ну даже вот сотку бы попросили за молчание все деньги так окей они нам рассказали значит можно что там и заговор уже аппарат чай парни пейте пейте я сомневаюсь то что у вас в кружках там чай конечно же потому что наверняка что-нибудь и похлеще вы здесь гоните не только вино конечно я ничего против вина не имею даже полезно так но подпольное производство все таки здесь несколько бутылочек в год так кому бы сходить палеонтологу или сразу к начальнику станции давайте палеонтологу сходим интересно что он про это скажет сейчас бесполезно заперта а это не та дверь господи что шпонцы а что ты знаешь о савиньоне у меня только что состоялся очень интересный разговор с ректорами между прочим они сказали что вы прекрасно знаете что в барак штате есть савиньон и что вы находите его очень приятным на вкус вовсе нет я не пью вина я предпочитаю его делать производство вина привлекает мне гораздо больше а потом у меня язва так вы не отрицаете но раз уж ректоры открыли вам наш маленький секрет собственно и счастье лаборатории я даже сделал небольшой аппарат для ферментации сока разумеется в больших количествах я не могу производить вино но но ведь нужно соблюдать секретность нам понимаете а как же ваши студенты неужели они ничего не замечают ну вы же знаете что такое эти студенты химическая реакция остается химической реакции даже если в ингредиенты входят пардон виноградный сок а мальтолактическая ферментация занимает определенное время иногда запах проникает в коридор тогда я просто беру немного серы и поджигая невероятно абсолютно невероятно профессор понс вы это что-то просто что-то не уверен могу ли я считать это что-то комплиментом да молодец мужик ну что ж не буду вам больше на конспирация надеюсь я не слишком то есть поджигаем немножечко серы и запах вина рассеивается фактически ну точнее вы его просто не учуете за этой серой понятно ну в общем налаженное производство несколько бутылочек в год ну неплохо неплохо чисто исключительно для себя не на продажу может нас вдоль и тоже возьмете а я думаю то что палеонтолог он гонит просто превосходное вино и нам стоит попробовать обязательно так тогда идем к начальнику станции раз уж все нам все рассказали просто как-то спалились на ровном месте эти трое ректоров начальник станции уже не должен нам отказывать так ну что соглашайся сотрудничать простите что отрывать вы что не ведь если готова ведь мы наполовину как бы адвокаты все-таки юристы знаем закон вы меня обманули все это время вы прекрасно знали что в стационаре жили растет савиньон да нет и не видел я вашего савиньона или как его там послушайте зачем вам меня обмануть в лаборатории профессор устроить самую настоящую винокурню да у вас тут целый подпольный бизнес ну этого уж слишком делаем винишко помаленьку но только для себя честное слово как не стыдно вас что не волнует репутация университета а вас давно пора сообщить куда следует мы же ничего противозаконного не делаем откройте пожалуйста ворота в раньше конечно конечно без проблем сию минуту вниз вот это другой разговор вот и все так оранжерея она вроде там наверху было у нас нет чтобы сразу признаться да растет у нас гоним винишко помаленьку это нужно постоянно до конца идти пожалуйста не беспокойтесь хотите сколько хотите просто хотел сказать я вообще-то не обманщик частные слова мне вилят ну я и и о честь университета надо подумать и начальство уважать вот и дело понятно понятно не оправдывается иди уже спасибо вам мисс увидимся когда-нибудь может быть когда те выпустят из тюрьмы ближайшие так сколько за это дадут за подпольное производство вина в институте я не знаю сколько действительно дадут лет но годика два наверное точно а я думал оранжерея у вас политика почему она на улице ведь это оранжерея она должна быть под определенным куполом разве кстати вы что серьезно что ли действительно вот он виноград я не понял какой смысл было запирать если любой дурак может обойти слева или справа эту станцию зайти сюда и забрать виноград к тому же птицы те же самые кукушки что-то как-то странно все это ну ладно куста 3 что ли вы серьезно делаете столько бутылок вина с трех кустов винограда ну очень странно виноград савиньон больше на вишни похоже или даже на яблоки видимо я больше знаю наш стандартный виноград такое конечно же никогда не видел но вроде бы да действительно из него какое-то очень классное вино гонят в нашем мире хотел бы попробовать лана допустим то что это было оранжерея так и быть лана виноград у нас есть что мы дальше делаем дальше нам нужно друзьям раздобыть немножечко яиц так где у нас были кукушки помните те самые свирепые которые нас чуть не сгрызли где-то не рядом были вроде бы здесь где-то вот они ну с виноградом нам ничего не страшно думаю говорят боится точнее боятся не спускаться с верхних веток все время где-то там находится нет вон они сидят на земле кейт сзади осторожно он заходит сзади все окей так ну ешьте ешьте высоковато всегда признавался то что я боюсь немножечко высоты действительно мне жутко лазить по таким лестницам а вот и тот самый автомат который собирал яйца тоже видимо ганс изобрел такая вот тоже птица в виде кукушки вот наши яйца серьезно как как не достать ты может тут действительно не видно наверное да ладно пинцет другое дело так хотя бы то яйцо да яйцо кукушки эти яйца не нужны окей все чиним автомат тогда все просто я вот обожаю когда в квестах ты решаешь какую-то сложную загадку а дальше вот просто все как по цепочке начинает распутываться как клубок ты начинаешь одну за другой потом решать и решать и решать и проходишь в конце концов уровень это просто очень классное ощущение когда ты догадался все таки что нужно было сделать я обожал раньше время когда нужно было проходить квесты без всяких там подсказок прохождений и так далее ну всегда есть знаете большой соблазн подсмотреть все таки как что нужно сделать и а раньше раз интернет был таким дорогим удовольствием все только за деньги было то подсмотреть конечно было некогда и да и негде в принципе все решали так бились конечно же бывало день-два над некоторыми загадками то в конце концов как-то решали мисс можно вас на что еще парень что понимаете я хотел извиниться за то недоразумение в общем я вам тут принял это барак штатский савиньон хорошего урожая вы уж не откажите в лежится это подкуп я очень люблю это большое спасибо счастливого пути мисс слушайте вот это круто бутылка вина барак штатский савиньон и давай откроем бутылочку а ладно в поезде у нас там бокалы есть вроде и даже ведерко для шампанского правда льда наверно нету так ладно починим давайте автомат яйцом отлично а это лишь дверь была а сам механизм то внутри до находится зачем такую дверь было делать не понимаю зачем ганс такой устроил конечно система охраны всякое такое но как-то это странно это и дверь 2 2 5 Ну, теперь у нас здесь будет играть такая чудесная музыка. А все работает, работа сделана. Надо идти к ректорам. Где мои 100 долларов? И можно, в принципе, отправляться. Хотя, наверное, сегодня не успеем. Мы ехать уже из Баракштада. Жалко покидать такой чудесный городок, но да. Еще, наверное, рановато нам ехать, конечно. Нужно же еще поезд дотащить точно. Что-то я собрался. Слишком рано. Так, господа. Чаепитие закончилось. Давайте решать проблему. Прошу прощения за без проблем. Так, деньги. Господа, я починила ваш оркестр. Он снова играет? Отличные новости. Мы вам очень, очень благодарны, мисс. Да-да, благодарны. Будем всегда рады видеть вас у себя. Что ж, теперь наша очередь держать слово. Сколько вы хотите? 150. Хе-хе-хе. 100 долларов? 150, Кейт. Черт, я не знаю. Я никогда не могу понять, что такое. Мы согласны выплатить вам вышеозначенную сумму. Теперь можете спокойно уезжать. Погодите-ка, монетками. Кстати, когда вы собираетесь уехать? Да, потому что поезд нужно убрать как можно скорее. Вы что, мне дали 100 долларов центами? Что-то мы заговорились. Посмотри. Да-да-да, это мы все слышали уже 20 раз. Только чай гоняет, только так. Я говорю, у них там не чай. Явно какая-то бодяга. Действительно, друзья, нам дали мешок центов. 100 долларов. Нет, чтобы одной такой маленькой зелененькой купюркой. Но нет же, это будут монетки. Черт возьми, наскребли там у себя. Под столом. Эх, ректоры, ректоры, а. Ладно, отправляемся на баршу. Даем денег. Толкаем поезд. И все. Кейт уж, небось, упарилась туда-сюда бегать. А, можно, кстати, сразу туда, наверное, да? Так, сколько мы там договаривались? По-моему, 50 долларов была. Цена первая. Вот ваши деньги. Я пересчитала ровно 100. Лови. Даже не поймал. Спасибо, вы легко достать доллар. Вы настоящие бизнес-леди, а? Ну, я здесь не одна такая. Мы рад работать с вами. Теперь вы открыть шлюз, или мы не можем помогать. А, шлюз еще? В конце концов, на это, большого ума не надо. На, вот в отфинцирую, шесту, не кладом адам. Но, сэсэй, мара, а лишь, ну, куб, предо, и на Лора, капут, и на Дерри, мордель. Верс, варма. Он, бум, телефонерин, капут, капут, капут. Капут. Мой муж говорит, инструкция сложная. Не понимать руководство. Мой муж сердит, ты очень сердит. А теперь телефон сломаться. Ну, хватит. И что вы собираетесь делать дальше? Мы ждать починитель. Так, а у меня нет времени ждать. Я пойду и сама посмотрю. Должен же быть какой-то способ открыть эти шлюзы. Шлюзы, я совсем забыл. У моряки всегда есть ключ для замок. Это ж такая запарная загадка была раньше. Эй, не кидай, не кидай. Кейт, ну вы че такие стоят? Друг другу кидают вещи, но вообще не ловят. Так смотрят стоят. Ой, блин. Ладно, спасибо хоть за ключ. Так, где-то панель была для управления, я помню. Но загадка реально какая-то. Что-то там была какая-то подстава какая-то. Не помню, парился долго я над ней. Сейчас, если, дай бог, вспомню быстренько. Так, панель, панель. Она рядом с каналом была. Где-то вот с этой или с той стороны. Нет, с этой у нас оранжерея идет. Значит, с той стороны. О, кто-то тут звонит. Кто это? Алло. Кейт, ну как ты там, крошка? Я вчера видел в притающую шубку и сразу вспомнила о себе. Ты там тепло одеваешься? Эти иностранцы совершенно не умеют одеваться по погоде. Мам, ты у меня такая заботливая. Со мной все в порядке, правда. Путешествую с Петерком, все хорошо, правда вот. Так когда же ты вернешься? Фрэнк смерть как хочет с тобой познакомиться. Какой, Фрэнк? А, твой певец. Так вы встречаетесь? Ни до что не угадает, какой он мне в теном скира-кюр-шуре. И какой? Он пригласил меня на благотворительный концерт в пользу... Ох, забыла, в пользу кого. Он там спел пару ай, а в самом конце пригласил меня на сцену. Представляешь, я, твоя родная мать, на сцене. Меня видели тысячи людей. Вот это да. Жаль, что меня там не было. И ты не испугалась? Круто. Я же неделю не была у пейсмаки. Те платье было совсем простенькое. Но Фрэнк сказал, что в следующий раз он это учтет. Ой, он такой милый. И у него такой милый маленький. Не сомневаюсь, мам. Было бы так здорово, если бы ты к нам присоединилась. Дай-ка образить. Когда у него следующий концерт? Я в последнее время такая расчаянная. Смотри, не дай, что годный про весна. И ты опомниться не успеешь, как у тебя тоже начнется селок. Я учту, мам. Рада была тебя услышать. Целую. Я тебя тоже целую, зайка. В общем, мама нас там где-то отжигает на сцене с каким-то Фрэнком. Вроде русский певец, насколько я помню, был. Забыл уже фамилию. Там тоже какая-то фамилия была. Почему-то иностранная, а не русская. Но это лучше, чем русские фамильные имена, которые используют обычно в играх. Американцы. Это вообще просто... Ну, французская игра, но... Все равно. Так, вот, друзья, та самая панель. Дайте-ка вспомнить, что тут было. Это, походу, по-немецки. Шикарно. Так, ключ. Я не могу перевести эту инструкцию. А, прекрасно. Так. Нет, где-то была инструкция. Я не могу перевести эту инструкцию. Стойте. А, вот она была. При возникновении проблем позвонить по этому номеру. 2-7-6-6-7-42. Так, сейчас. Давайте позвоним. Так. 2-7-6-6-6-7-42. Здравствуйте. Центр управления шлюзами Восточного округа. Чтобы начать работу, нажмите решетку. Все как в нашей жизни. Если вы используете Гатенбургский шлюз, нажмите 1. Если вы используете Марклосский шлюз, нажмите 2. Если вы используете Лимпадский шлюз, нажмите 3. Если вы используете Бараклосский шлюз, нажмите 4. Да, спасибо. 4. Если вы хотите поднять уровень воды, нажмите 1. Так. Если вы хотите снизить уровень воды, нажмите 2. Для возврата в предыдущий меню, нажмите решетку. Так, нам нужно снизить здесь уровень воды, потому что слишком много. Нам нужно воду туда пустить. То есть 2. Будет снижен уровень воды в Баракстадском шлюзе. Спасибо. Для подтверждения команды, нажмите звездочку. Здравствуйте, да. Понятно, звездочка. Ваш запрос принят. В последний момент наш чешник находится в отпуске, и его некому заменить. Мы ответим на ваш запрос... Нет, 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 стой, стой, как так? В случае срочной необходимости, просьба перевести шлюз... Нет, 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 нет. Ручное произносим извинения за вынужденную задержку. Погодите-ка, разве они не должны были сообщить мне код для снижения воды в шлюзе? По-моему, так решалась эта загадка, насколько я помню. А, или тут этот... Тут... А, используется одна панель, что для телефона, что для... Да, все понял. В общем, тут нужно, знаете, что сделать? Повторить ту самую комбинацию, которую она нам сейчас продиктовала. То есть мы выбирали пункты, только теперь здесь нам нужно это повторить, получается. Вот в чем, да, друзья, была загадка-то. Загвоздка, господи, как я раньше долго парился здесь, а? Так, вначале что, решеточку жали, да? А потом мы выбрали Баракштадтский канал, он был последним, это четвертым он был. И потом мы выбрали... Или вообще не надо было это нажимать, нужно просто, наверное... Потом опустить уровень воды. А, нет, все равно нужно, и звездочка. Да. Короче, вот так вот решается загадка. Вот догадаться, вроде бы, просто все, но вот дойти до этого, то, что именно здесь нужно повторить эту комбинацию, хотя это как-то даже странно получается. Нелогично даже как-то. Эй, вы там как, плывете, нет? Господи, где эти немцы? Надо было одного с собой взять, он бы инструкцию прочел, и все. Удивительно то, что оператор был русским. Тоже не немцем. Даже как-то странно. Инструкция на немецком, оператор на английском. Ну, хотя это единый оператор. Там для нескольких шлюзов. Так, ну что, поплыли? Эй, там, на борту. Мой муж говорит, добрый день, леди. Шлюзы. Ну вот я выяснил, как работают эти шлюзы. Заводите лодку в шлюз, и я запущу механизм. Давай, женщина, за работу. Что сказал ваш муж? Вы торопитесь, а вы торопитесь плыть дальше. Ладно, ладно. Встретимся с другой стороны, у поезда, хорошо? А, понятно. Значит, мы завтра подтянем с вами поезд. Уже. Сегодня уже не успеем. Ну ладно. Нам остается лишь закрыть шлюз, снова опустить уровень воды. И все. В принципе, на этом. Ладно, друзья. Заканчиваем. В следующей серии мы, видимо, отправляемся с вами из Баракштадтского университета дальше в путь. А на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся. С вами был Теслер.